Здравствуйте! Вы смотрите программу в центре событий в студии Дмитрий Подлесной. И коротко о главных темах выпуска прямо сейчас. Инновации для прогресса экономики. Эксперты со всей Югры обсудили стратегию развития технопарка высоких технологий. Мимы в городе творческое объединение дневники дедушки Джима организовали для горожан необычное представление. И представят не только Сургут, но и Россию. Наш Гротеск отправляется на Всемирный фестиваль любительских театров Монако. В стенах Сургу прошло открытое обсуждение проекта «Стратегия развития технопарка высоких технологий до 30-го года». Основная цель разработки документов – формирование системы долгосрочных приоритетов, задачи мероприятий прогресса. Они необходимы для повышения объемов производства, инновационных товаров, работ, услуг, а также увеличения числа компаний, осуществляющих инновационную деятельность на территории Югры. По словам директора технопарка Виталия Рыжакова, их количество за 8 лет с момента открытия увеличилось с 12 до 152. Самое популярное направление – это IT-технологии. Компании этого формата составляют практически 34% от общего числа предприятий. На втором месте – медицина. Дальнейший свой план действий руководство рассматривает с точки зрения стратегии развития ХМАО. Мы учитываем те приоритеты, которые закладываются в стратегию социально-экономического развития до 2030 года. Это прежде всего формирование умной экономики на основе развития новых технологий, формирование глобального конкурентоспособности человеческого капитала, формирование благоприятной окружающей среды. То есть все эти приоритеты учитываются при разработке конкретных мероприятий по реализации стратегии. На обсуждение съехались представители пяти муниципальных образований, сотрудники вузов и специалисты различных предприятий округа. В ходе доклада особое внимание уделили необходимости соответствия разрабатываемых технопарком инноваций по требностям экономики Югры. Так, чтобы каждая идея или изобретение имели целевой рынок и соответствующий эффект. Для этого технопарк предлагает разработку проектов в три этапа. Первый – исследование и стимулирование спроса. Второй – обучение и подготовка документации. Последний, третий – сопровождение и реализация. Все вопросы и предложения экспертов учтут в заключительной версии проекта, которая будет готова уже в сентябре этого года. Сейчас эксперты признаются, что главное в стратегии – это развитие национальной технологической инициативы. Это должна являться консолидирующая структура, которая объединит в себе и большую науку, бизнес, общественность и органы власти. Должны все инструменты быть быстрыми, доступными, современными для реализации от проектов, от самой идеи до внедрения в рынок, желательно в международный рынок. В ХМАУ прошел региональный форум «Югра молодежная». В нем принимали участие около ста старшеклассников, студентов вузов и СУЗов, молодых журналистов и блогеров. В течение трех дней ребята прошли мастер-классы и тренинги от мэтров журнала «Русский репортер». Послушали семинары специалистов телеканала «Культура». Организаторами выступили Департамент общественных и внешних связей, округа и Центр «Открытый регион». Также в рамках форума участники презентовали свои проекты. Авторы лучших программ по продвижению поедут на стажировку в Москву в одной из федеральных СМИ. Впрочем, несколько проектов еще на стадии презентации вызвали резонанс и интерес региональных властей. Не исключено, что они будут реализованы в «Югре» в ближайшее время. Ребята предложили уже как минимум десяток интересных идей. Я думаю, что не уходя, что называется, с площадки форума, мы создадим такую рабочую группу и дадим специальный грант на то, чтобы эти проекты были реализованы. Для югорчан организуют встречи с депутатами всех уровней власти. Мероприятия будут носить тематический характер и проходить по определенному графику. Об этом договорились парламентарий и губернатор «Югры» Наталья Комарова во время рабочей встречи с народными избранниками региональной фракции Тюменской областной думы. Принимать участие в общении с населением в каждом муниципалитете округа будут представители местных дум, окружного парламента, Госдумы, а также Совета Федерации. Главное, чтобы все избиратели, все наши земляки имели возможность в постоянных контактах, именно отчетных. Когда человек может спросить, а мы с вами обязаны ответить. Хотим, не хотим, знаем, не знаем, надо отвечать. Это такая организационная история, но мы к первому сентября уже должны быть организованы с вами, поэтому прошу на это обратить внимание. Глава региона Наталья Комарова и президент Лукоэлова Гит Аликперов подписали дополнительное соглашение к документу о сотрудничестве между нефтяной компанией и правительством округа. Отмечается, что опирается оно на запрос муниципалитетов. В частности, средства направят на оснащение строящегося в Кагалыми филиала Государственного академического малого театра России. Новые технологии помогут решить технические и художественные задачи при подготовке театральных постановок. Добавлю, что филиал академического малого театра появится в Кагалыми в ходе масштабной реконструкции бывшего здания культурно-досугового комплекса «Янтарь». Строительные работы на объекте планируют завершить в 2018 году. Хочу отметить позитивный опыт сотрудничества на протяжении многих лет с компанией «Лукойл». Это наша компания, на которую мы опираемся. Мы приветствуем подписание этого соглашения. Оно опирается на запросы муниципальных образований, прежде всего, именно по их предложению. Мы в стороны отреагировали и составили этот перечень дополнительных взаимных обязательств. Ваша энергия. Сегодня многие годы уже мы реализуем уникальные проекты как в сфере производства, так и в сфере социального сотрудничества. Я уверен, что основа, которая заложена в нашей и в соглашении о стратегическом партнерстве, и в дополнении к этому соглашению, это все цепочка, которая позволяет нам создавать комфортные условия для проживания наших работников на территориях Атмосферного автономного округа. Не только спортивные и веселые, но еще и музыкальные. Сургутская команда КВН «Борцы» вновь примет участие во всероссийском этапе игр. На этот раз это будет «Голосящий Кевин». Фестиваль пройдет в Светлогорске 22 и 23 июля. Позже мы сможем увидеть наших земляков в эфире Первого канала. Сейчас идет активная подготовка, ведь борцам нужно будет много петь на сцене. Пишутся новые музыкальные номера, с КВНщиками работают педагоги по вокалу. В активе веселых и находчивых, как рэп, так и эстрадная музыка. Но больше упор сургутяне сделают, конечно, на юмор. Мы сейчас над этим работаем. Мы вот как раз у нас в прошлое воскресенье был концерт в ДК «Строители». И мы там все свои наработки, ну не все, конечно, все за полтора часа не успеешь показать, но вот что смогли, продемонстрировали, послушали реакцию зрителей, чтобы оценить, насколько наш юмор сильный. Не обязательно, чтобы было музыкальное образование или юмористическое образование. Ты вот это все нарабатываешь со временем, с опытом. Мимо в городе в седьмой раз участники творческого объединения «Дневники и дедушки Джима» организовали для сургутян необычное мероприятие. На площади перед театром «Петрушка» прошло довольно оригинальное выступление артистов. Участники объединения порадовали горожан новыми танцевальными номерами, которые очень точно отразили непередаваемую атмосферу уютного Парижа. На мероприятие побывала Виктория Дрягина. Каждое последнее воскресенье июня площадь у театра «Петрушка» превращается в маленький уголок Парижа. Это пространство заполняет музыка, творчество и любовь. А значит, это то, что в городе появляются мимы. Это мероприятие для ребят из объединения. Дневник дедушки Джима стало когда-то первым. И именно оно положило начало их творческому пути. Это начало нашей истории, поэтому оно безумно важно и безумно им любимо. Оно на самом деле достаточно простое, потому что ты просто танцуешь. И еще мы добавили по, и нет большого количества направлений, как у нас обычно. Но при этом ты можешь показать всего себя, это раз. А во-вторых, это лето. Начало лета. И вот ты каким дашь это начало, таким и будет, наверное, год следующий. Помимо шоу-программы, среди маленьких горожан разыграли призы от телерадиокомпании «Сургут интерновости». Ребятам было необходимо освоить азы искусства пантомимы и повторить разные элементы, такие как стеклянный куб и невидимый канат. Самым артистичным подарили игрушки. Подарки от наших друзей-партнеров телерадиокомпании «Сургут интерновости». Буквально за несколько недель внуки дедушки Джима подготовили для сургутян яркую танцевальную программу. Над ней трудились почти 40 человек, 7 из которых хореографы. Каждый из них силен в определенном стиле – от вока и дэнс-хола до хип-хопа и крампа. Это разнообразие является фирменным стилем каждого их концерта. Один из хореографов – Артур Захаров. В объединении он с 13-го года. Сначала просто танцевал со всеми, после уже самостоятельно стал ставить номера и хореографию. Артур признался, что идеи и вдохновение для творчества берет из жизни. Мы огромная, большая, дружная семья, где есть конфликты, есть любовь, есть встречи, есть абсолютно неадекватные ситуации, когда мы стоим закрытые возле лифта. Ребята, я сейчас вызову помощь, и мы два часа ждем. Ну, то есть, в принципе, вполне нормально. И вот все разные, все возраста разные. Самым старшим у нас 29, по-моему, скоро будет. Самым младшим у нас было 7, по-моему. То есть, разный возраст, разные характеры, разные люди, но все вместе – это одна большая, дружная семья. Выступление «Добро пожаловать в сказку» и «Мимы в городе» объединение «Дневник дедушки Джима» больше не покажет. Артистам предстоит работа над новыми, не менее интересными мероприятиями. Сейчас ребята начали подготовку к новой программе от 20-х до 90-х. Увидеть ее можно будет в октябре. Виктория Дрягина, Гамзат Магометов, Сургут, Интерновости. У войны не женское лицо. Программу с таким названием показал сургутянам театр пластики и пантомимы «Гротеск». Вечер состоял из трех полноценных номеров, каждый из которых посвятили героям, павшим в боях Великой Отечественной. Пантомимы в программе разбавляли монологи собственного сочинения Марии Афонкиной. Закончили выступление минутой молчания. Зрители, конечно же, присоединились к актерам в этот момент. Все три номера – «Мама», «Азорь здесь тихие» и «Альпийская баллада» получили гран-при на фестивалях «Студенческая весна» в разные годы. Причем как на городском, так и на всероссийском уровне. Олимпийская баллада, конечно, да, биография вот уже такая достаточно богатая. То есть это гран-при, во-первых, «Студенческая весна» в 2015 году. В этом году мы показывали его в Кремлевском дворце. Там были лучшие номера за все существование «Студенческой весны» за 25 лет, получается. Вот, и с большим успехом, что зрительный зал встал, это прямо среди концерта после нашего воскрепления. Этим спектаклем «Гротеск» закрыл творческий театральный сезон и ушел в отпуск, чтобы набраться сил перед, возможно, важнейшим испытанием в жизни. Коллектив в конце лета представит Россию на Всемирном фестивале любительских театров «Монако». Аналогов такому мероприятию в мире просто нет. Такая путевка претендует на звание лучшего подарка к юбилею «Гротеска». Театр в этом году отмечает 20-летие. Екатерина Любешева продолжит тему. Всемирный фестиваль любительских театров пройдет в августе этого года. Отбор был заочным. «Гротеск» отправил в «Монако» документы и видеоматериалы. Отклик не заставил себя долго ждать. Сургутян с радостью пригласили принять участие. Мы не предполагаем, что там будет, но для нас, конечно, это огромное, важное какое-то событие представлять именно нашу страну. И немножко страшно в том плане, что, ну, как отреагирует местный там зритель, жюри и вообще как все это будет проходить. Но, насколько мне известно, что это очень какое-то грандиозное событие, потому что там даются площадки какие-то нереальные абсолютно. Причем четыре варианта лучших площадок «Монако» «Гротеску» дали на выбор. Это как бы у вас спросили, где хотите выступать – в Мариинке, в Крокус-Сити-Холле или сразу в Кремле? Мы туда уже прошли. То есть, собственно, все конкурсы мы уже прошли. Нам просто туда поехать и показать. Мы там два раза выступаем. Там же будет конгресс, всемирный конгресс АИТАИТА. Это конгресс любительских театров вот этого всего движения получается. Ну и, понятное дело, что это мечта, наверное, любого любительского театра. Выступление в «Монако» – это пик карьеры, уверен руководитель «Гротеска» Виктор Проскуряков. Сказать, что актеры мечтали об этом всю жизнь, будет неправильным, так как о существовании этого всемирного фестиваля любительских театров наши звезды узнали недавно. Для меня это огромная честь представлять Россию на таком уровне. Вот. «Монако» для меня – это, во-первых, первый мой раз за границей. Я первый раз буду так путешествовать. Честно скажу, страшно. Страшно, но как страшно, так же и интересно. В «Монако» «Гротеск» повезет комедию, так попросили организаторы. Сургутяне покажут заграничным ценителям комедию «Любви» или «33 несчастья». Впервые спектакль увидел свет в 2011 году. Тем не менее, халатно к подготовке не отнесутся. Репетиции перед всемирным фестивалем возобновятся в августе. А пока у артистов есть целый месяц на отдых. Екатерина Любешева, Борис Шабалдов. Сургут. Интерновости. На эту минуту пока все. Вечером новостей будет намного больше. До встречи в эфире. Время, проведенное на рыбалке, боги не засчитывают в счет жизни. Но таким рыбакам не помогут и боги. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Включи «Лав-радио» твоей мечты. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пазмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, пульсированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метро-сеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Современные квартиры в готовых домах от компании «Сипромстрой» это удобно и выгодно. С экономией времени и без переплат. Телефон единого отдела продаж в Сургуте 600 190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». В магазине «Адам» широкий выбор изделий из серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Впечатляющий ассортимент столового серебра и ручек. А также украшений из золота. Улица 50 лет в ЛКСМ, 3-2, первый этаж. Погода западной Сибири представлена североатлантическим циклоном, наполненным облаками и осадками различной интенсивности, а также умеренно теплыми воздушными массами с температурным фоном в рамках климатической нормы. Сегодня днем в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 24. Закупайтесь с выгодой и впрок. В новом магазине «Домашний погребок». Современные дистилляторы, бочки, специальная стеклотара, расписные и простые самовары, изделия Кольчугинского завода. Цены доступны. Новый «Домашний погребок». В торговом центре «Богатырь» по улице 30 лет Победы 66. В магазинах «Домашний погребок» скидка 10% на 3 товара в чеке. Действует дисконт. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление составит 750 мм штутного столба. Активные товары для активных малышей. Бассейны, горки, велосипеды, самокаты, электромобили. Огромный выбор в сети магазинов «Карапуз». Активный отдых, спорт или дача «Карапуз» решит задачу. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Пусть этот день принесет вам только положительные эмоции. И до встречи!